Всемайки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. 10 лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. А для подписчиков канала скидка 10% по промо-коду. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Артем и вы смотрите Catacrap TV. Новая неделя началась, а значит пришло время проводить старую и вспомнить все, что произошло в мире поп-культуры. В этот раз неделя снова подарила нам очень много свежих новостей. Мы наконец-то увидели Аладдин от Гая Ричи в его первом тизере, узнали о связи Джокера с американским вандалом, познакомились с утвержденным кастом сериала «Ведьмак», узнали возможное название четвертых «Мстителей», их новые костюмы и попрощались с Марком Руффало. Поэтому хорош трепаться, или как говорится... Новости недели. Начнем, как обычно, с киновселенной Марвел. Ведь на этой неделе на нас обрушился целый шквал новостей о четвертых «Мстителях». Во-первых, подтвердилась моя догадка о том, что события четвертых «Мстителей» будут развиваться спустя несколько лет после третьей части. Ведь на фотографиях со съемок четвертых «Мстителей» у Старка определенно седые волосы. А значит, что действительно прошло несколько лет, и он определенно работает на щит. Автор портала SuperBromovies в своем твиттере утвердительно заявил о том, что в четвертых «Мстителях» мы увидим события, произошедшие спустя пять лет после «Войны бесконечности». Что достаточно необычно, ведь мы никогда не забегали в такое далекое будущее. Но раз уж в фильме точно будут путешествия во времени, то и такой взгляд в будущее вполне логичен. Во-вторых, мы узнали, что съемки четвертых «Мстителей» закончены. Братья Руссо опубликовали фото какой-то мигалки со словами «закончили». Ну и включая СПГС, можно предположить, что эта мигалка — это новый артефакт-хранитель камня пространства. И этот кадр завершает весь цикл «Мстителей», ведь первая часть начиналась с очень похожего кадра. В-третьих, в сети появилось слитое описание трейлера четвертой части, которое выглядит вполне себе правдоподобно. Я не буду его сейчас зачитывать, так что, если вам интересно, жмите паузу и читайте. В-четвертых, показались новые костюмы «Мстителей», которые выглядят словно космическая униформа. Судя по надписи «Марвел на коробке», это официальная продукция, а значит, она отражает реальный внешний вид героев в фильме. Ну а судя по букве «А» на груди, это разработка Тони Старка, которую он создавал те долгие пять лет после событий «Войны бесконечности». Возможно, именно эта белая униформа позволит героям свободно разгуливать по тому самому городу, внутри квантового измерения. Ну а в-пятых, в сети начали появляться возможные подзаголовки четвертой части, и сразу целых три. Появились вроде бы официальные промо четвертой части, на которых можно разглядеть гладковыбритого Кэпа и стриженного косого Тора. И судя по логотипу, четвертая часть будет называться «Нетитулованные Мстители». Шучу, конечно. На самом деле, «Антайтл» означает, что подзаголовок еще официально не присвоен, однако за его утечку уже уволили Марка Руффало. Ну, по крайней мере, многие таблоиды использовали именно такой кликбейт в заголовках своих новостей. Исполнитель роли Халка случайно выдал название новой части «Мстителей» на вечернем шоу Джимми Фэллона, о чем затем пожалел и попросил у Джимми в Твиттере вырезать этот момент. Джимми, я надеюсь, что ты вырежешь мой спойлер на сегодняшнем шоу. Это было не для записи, дружище. Пожалуйста, не создавай мне очередные проблемы с Марвел. Напиши в директ. Марк. На что явно с присущимым чувством юмора ему ответили братья Руссен и уволили его. Марк, ты уволен. После многочисленных споров и расследований некоторые фанаты уже успели разобрать название «Последний Мститель». А один из поклонников очень формально спросил актера, какое же все-таки название у фильма. Сэр, пожалуйста, раскройте название четвертых «Мстителей» официально. На что Марк выдал не менее формальное. «Мстители 4, регистрируйтесь, чтобы проголосовать». Так что никого пока не уволили. Не скажу больше. Маловероятно, что кто-то из актеров в принципе догадывается о названии фильма. И не удивлюсь, что его еще просто не ввели официально. Однако Джереми Конрад из портала MCU Cosmic в очередной раз гадает на инсайдерской гуще. Он якобы откуда-то узнал, что фильм будет называться «Мстители. Аннигиляция». И это по своей сути достаточно логично. В своем разборе трейлера «Капитан Марвел» я закинул вам идею того, что местом заточения «Капитана Марвел» на момент событий киновселенной могла стать негативная зона. Как раз таки место обитания Анигилуса. В киновселенной Марвел негативную зону могли скрестить с более логичным квантовым измерением, в котором мы могли разглядеть целый мегаполис в прошлом новостном выпуске. И аннигиляция может означать встречу с этим коварным злодеем, Анигилусом. И это также может быть отсылкой к комиксу «Анигиляция», в котором присутствовали и Анигилус, и Галактус. Так что, может быть, на смену Таносу в новой фазе придут новые злодеи. Ведь все-таки доверие Джереми заслужил. Ведь, как я рассказывал вам в прошлый понедельник, он утверждал, что у «Человека-паука» в сиквеле будет второй новый костюм – красно-черный. И он не ошибся. На новых фотографиях со съемок можно разглядеть этот красно-черный костюм с белым пауком на спине. Это, кстати, не единственная фотография со съемок «Человека-паука». На этот раз на кадрах засветилась и новая локация. Мы узнали, что помимо Лондона, Нью-Йорка и Праги, паук посетит Венецию. Мы видим, как дружелюбный сосед вместе с главой организации «ЩИТ» ником Фьюри плывут на моторной лодке по венецианскому каналу. Так что новый нуарный костюм Питера совершенно точно подарок Фьюри. Да и новый красно-черный тоже может быть разработкой «ЩИТа». Ведь он удивительно похож на костюмы серии «Марвел 2 в 1», на котором красовались логотипы «ЩИТа». А вот его белый паук на спине не может не напоминать вам о «Веноме». Но пока что их встреча остается лишь нашими фантазиями. Однако, судя по рекордным кассовым сборам, его определенно ждет светлое и долгое будущее. «Веном» уже забрал более 220 миллионов долларов в первую неделю проката, удвоив свой бюджет. Остается лишь надеяться, что следующая история про «Венома» сумеет растопить мое сердце, так как его первый сонник меня, увы, не очень впечатлил. Если вам интересно, можете посмотреть мое мнение, нажав на всплывашку вверху экрана. После титровая сцена «Венома» показала нам гораздо более коварную грозу нашей планете. Однако, учредитель и бывший президент, а теперь генеральный директор Marvel Studios, Ави Арат, уже сообщил о том, что сиквел «Венома» также не получит взрослый рейтинг «Р». Он объяснил это тем, что, несмотря на всю кровожадность «Карнейджа», главным, что заслуживает внимания, является его история, а не его действие. Когда вы слышите о «Карнейджа», все, что вы можете думать, это рейтинг «Р». Но если вы знаете его историю, если вы реально знаете комиксы, то вы знаете, что там нет рейтинга «Р». Его история не о его действиях. Нам незачем показывать, как его ножи рассекают плоть, выпуская литр крови. Наша задача – показать его мотивацию. Родился ли он таким, и стоит ли нам ему сопереживать? Ведь хороший злодей – это тот, к которому зрители испытывают чувства. Ну а я в очередной раз напомню вам о том, что Клетус Кэссиди, носитель симбиота по имени «Карнейдж», ставшего одним из самых популярных противников паука, создавался на основе главного злодея вселенной DC – психопата Джокера. И он снова радует новостями со съемочной площадки. И в этот раз, помимо фотографий, мы узнали историю съемок этой сцены, которая уж очень в духе второго сезона «Американского вандала». Как вы помните по кадрам с прошлых выпусков, сейчас проходит съемка какой-то масштабной сцены в метро Бруклина, в которой в фильме будет играть роль Готэм-сити. Как стало известно, для того, чтобы снять полные поезда метро, часть съемочной группы заперли в одном из вагонов. Проведя в запертом пространстве более трех часов, люди из массовки попали в неловкую ситуацию – физиологического характера. Им приспичило в туалет. По-большому. Они просились наружу, стучались в двери, но, видимо, из-за кипящей работы никто не обратил на них внимания. И тогда им пришлось справлять естественные потребности прямо в пути метро, в небольшом пространстве между вагонами. Warner Bros. и актерская гильдия SAG разбираются в случившемся. Надеюсь, к расследованию уже подключились Питер Мальдонадо и Сэм Экланд, а то явно эта шутка зашла слишком далеко. Как вы помните, события нового Джокера будут развиваться в 80-х, и в этом фильме будет присутствовать Томас Уэйн, отец Бэтмена. Однако, как я предположил в прошлом выпуске, фильм вполне может окончиться смертью семьи Уэйнов от рук Артура Флека или его сообщников. И в этой новой вселенной родится новый Бэтмен. Ходят слухи, что несмотря на заявление о самостоятельности этого фильма Джокере, при удачном раскладе его ждет собственная вселенная и встреча с Бэтменом Мэтта Ривза, который обзавелся кандидатом на свою роль. The Hashtag Show сообщает, что Warner Bros. все-таки в поисках нового Бэтмена для фильма Мэтта Ривза. И им может стать английский актер Джек О'Коннелл, знакомый вам по фильму «300 спартанцев. Рассвет империи». А между прочим, «300 спартанцев» — это один из лучших комиксов от Dark Horse, и у них тоже есть новости. Во время Комик-Кона в Нью-Йорке показали первый трейлер Хеллбоя, но за закрытыми дверями. Так что ждем и точим ножницы. А вот новый исполнитель роли адского парня Дэвид Харбор на этой неделе снова разбрасывается обещаниями. Он пообещал прийти на очередную свадьбу поклонника, но уже в костюме Хеллбоя, если запись наберет 666 тысяч ретвитов. Напомню, что ранее Харбор уже радовал фанатов своим появлением. Он провел свадьбы двух молодоженов из Иллинойса в образе шерифа Хоппера из «Очень странных дел» за 125 тысяч ретвитов. Очень странные дела творятся и в киновселенной DC. Только недавно я рассказывал в одном из новостных выпусков о том, что сценарий сиквела «Отряда самоубийц» завершен, как его отложили в дальний угол. Ведь если верить порталу The Wrap, уволенный со скандалом режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн теперь официально перешел от Marvel к DC и подписал контракт со студией Warner о постановке и написании сценария для нового «Отряда самоубийц». И это чертовски крутая новость. Сообщается, что «Отряд самоубийц» от автора «Стражей галактики» не будет сиквелом и расскажет про другую команду, которую соберет Ганн. Изначально заявленный режиссер сиквелом Гевин О'Коннор и его наработки, такие как готовый сюжет и свое видение «Отряда», похоже, останутся в стороне. А Джеймс Ганн получит полный карт-бланш и все доступные ресурсы для творчества. Что неудивительно, ведь этот парень доказал нам свой талант и вполне может поднять киновселенную скале. Режиссер оригинального фильма Дэвид Эйр поддержал Джеймса Ганна. «Я думаю, что это невероятно смелый и умный ход со стороны студии. Джеймс правильный человек для этой работы». А Дэйв Батиста в своем твиттере уже изъявил собственное желание перейти в DC вслед за Ганном. «А где мне подписаться?» Ну а босс Лоджик уже изобразил Дэйва в подходящем ему образе Бэйна. Но не только Дракс смог бы сыграть Бэйна, но и Грут. Исполнитель роли Грута Вин Дизель тоже сошел бы за мускулистого токсикомана. Однако он в киновселенную DC не сильно спешит, ведь ему предстоит воплотить другого супергероя издательства Valiant Comics по имени Bloodshot. И в сети появился первый взгляд на Bloodshot в исполнении Дизеля. В кресле постановщика картины – телевизионный режиссер Дэйв Уилсон. В главной роли, как вы заметили, Вин Дизель. Хотя изначально, еще год назад, продюсеры рассматривали на его роль Джареда Лето. Но актер был занят плотным графиком выступлений своего группы «30 Seconds to Mars» и не смог найти для этого времени. Однако для роли антагониста Человека-паука, кровожадного живого вампира Морбиуса, время он нашел. Все тот же Ави Арат в новом интервью для Коллайдера сообщил, что съемки фильма «Морбиус» от студии Sony с Джаредом Лето в главной роли стартуют уже в феврале следующего года. Режиссером картины назначен Дэниел Эспинозе, которому мы обязаны неплохим космическим хоррором «Живое». А вот сценаристами картины выступит дуэт, который был номинирован на «Золотую малину» за сценарий фильма «Боги Египта». Ну, надеюсь, ошибок они больше не повторят и пополнят фильмографию Джареда достойной супергеройской ролью. С Джокером у него как-то не удалось, а вот его подруга Харли в лице Марго Робби сменит один макияж на другой и сыграет Барби в фильме про легендарную куклу. Ранее компания «Мотел» договорилась об экранизации их игрушечной серии со студией Sony Pictures. В главной роли те предложили Эми Шумер. Но затем проект перешел к Warner Bros., и Warner просто не смогли не предложить роль своей любимицы Марго Робби. По слухам, студия планирует привлечь в кресло режиссера Пэйти Дженкинс, режиссера «Чудо-женщины». Картина должна рассказать о Барбаре Милли Сент-Робертс, которая живет в прекрасной стране Барбилэнд. Но однажды ее граждане решают, что Барби недостаточно совершенно, и изгоняют ее в реальный мир. А вот еще одна горячая красотка вселенной DC, Кейт Кейн, показалась нам в исполнении австралийской модели Руби Роуз на первом седабовском взгляде на Бэтвумен. И пока седаб клепает костюмчики во вселенной DC Comics, материнская компания их материнской компании, Warner Media идет по стопам Диснея и Netflix и запускает свой собственный стриминговый сервис. Глава Warner Media Джон Стэнки сообщил, что компания намерена бросить вызов Диснею и цифровым конкурентам. Его контент составит обширная коллекция фильмов и телешоу Warner Media, которым принадлежит студия Warner Brothers и телеканал HBO. И пока все пытаются угнаться за Netflix, эти ребята наконец-то определились с кастом героев Ведьмака. В сети появился полный каст главных героев сериала, который вы можете рассмотреть на этом снимке. Ну а я лишь обращу ваше внимание на то, что с молодой Цирилой наконец-то определились, и ее роль исполнит молодая белокожая Фрея Аллен. И босс Лоджик тут же показал нам свое видение Фреи в роли Цири. Кстати, в нашей игровой группе Кадо Фрея, которая также следит за судьбой Ведьмака, есть голосование для всех довольных и недовольных подбором актеров. Так что подписывайтесь и выбирайте свой мискаст по ссылке в описании. Ну, с главными героями все понятно. Теперь пошли слухи и о главном злодеи сериала, ну или по крайней мере первого сезона. Согласно утечке, главным антагонистом экранизации выступит чародей Вильгефорс из Роги Вена, являвшийся главным злодеем книжной серии. С кастом сериала о белом волке мы определились. И теперь пришло время определиться и с режиссером еще одного сериала о волках. Ридли Скотт, подаривший нам Чужого, Гладиатора и Бегущего по лезвию, выступит режиссером научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» или волками. Сюжет расскажет о двух андроидах, которым поручено воспитывать двух человеческих детей на другой планете. Андроиды узнают, что им предстоит выполнить коварную и сложную задачу — контролировать человеческую веру. Снова андроиды и снова вера. Ждем очередной шквал религиозных отсылок на новой планете. Но не только новые планеты виднеются на нашем киногоризонте, но и старые. Судя по слухам, в девятом эпизоде «Звездных войн» появится планета из оригинальной трилогии. А судя по новым кадрам со съемок, это наш родной Татуин. И действительно, где как ни на Татуине замыкать историю о Скайуокерах? Как вы помните, создатели нам обещали связь и закольцованность с первой трилогией. А вот режиссер закольцованного фильма «Петля времени» и восьмого эпизода «Звездных войн» Райан Джонсон нового фильма под названием «Найфс Аут» или «Ножи наготове». И он рассматривает на роль в этом детективном триллере Стива Роджерса. Похоже, что Крис Эванс, как я и говорил вам в предыдущем выпуске, действительно покинул киновселенную Марвел и теперь пойдет по серьезным ролям и вступит в состав фильма Джонсона, главную роль в котором исполнил Джеймс Бонд, Дэниел Крейг. Действие картины развернется в наши дни, а по атмосфере фильм будет напоминать ранние работы Райана Джонсона, такие как «Кирпич» и «Петля времени». Пока съемки «Звездных войн» IX идут полным ходом, в сети появилась информация о другой войне – «Войне миров Z». Долгожданное производство сиквела «Война миров Z2» начнется в июне 2019 года. В беседе с изданием «Варити» продюсер Дэдэ Гардер заявила, что Брэд Питт вернется к своей роли сотрудника ООН Джерри Лейна, а вот Марка Форстера, режиссера первой части, сменит режиссер «Бойцовского клуба» и не только – Дэвид Финчер. В сети также появились новые трейлеры, ожидаемых мною картин. Пока я пытался найти время для того, чтобы порезать для вас первый трейлер стекла, вышел второй. Он показал нам, что мистер Глаз, как настоящий мастер-манипулятор, специально подстроил свое заключение в лечебницу вместе с Крэйвином, чтобы познакомиться со зверем. А миссис Стейплс, новая героиня киновселенной, разработала устройство, позволяющее переключать личности Орды по желанию. Так что фильм обещает перевернуть наш взгляд на предыдущие картины Шьямалана и пересмотреть их в слабой оценке. Я, кстати, видел Шьямалана на Комик-коне в Москве, но пожать ему руку мне не удалось. Однако я вдоволь нажался рук своих подписчиков. Можете глянуть фотографии с мероприятия в нашем инстаграме – Кадекрэп ТВ. Это было очень круто. Я получил просто кучу подарков, которые пополняют теперь мою коллекцию за спиной. Тут и комиксы Дэна Оптимистера, и сборник сумасшедших историй про романа-победителя «Ласточек» от Виталия Терлецкого, и даже вот такой вот шикарный геймпад, кастомный, от ребят из «Рейнбоу», который оказался очень кстати на фотосессии в моем любимом стиле 80-х у Димы Меткина. Видео о ней вы, кстати, уже можете посмотреть, нажав на всплывашку вверху экрана. Меткин научит правильно делать такую ретро-годноту. А вот еще одна ретро-годнота от Стивена Кинга – «Кладбище домашних животных» на этой неделе впервые показалась нам в трейлере своего ремейка. Оригинальный фильм 89-го года в свое время оставил очень яркие впечатления, так что неудивительно, что спустя 30 лет он вновь попадет на наши экраны. Особенно учитывая, что сейчас начался самый настоящий Кинговский ренессанс. Сам трейлер вызвал спорное чувство. Меня не покидало ощущение, что где-то это я уже видел. Но обстановка «Одержимы дети» и дуэт Джейсона Кларка и Джона Лидгу выглядит многообещающе. Поэтому надеюсь, что новая экранизация романа Стивена Кинга, которую он назвал своим самым страшным произведением, достойно встретит зрителей в кинотеатрах уже 4 апреля 2019 года. Ну а за две недели до кладбища, 24 мая, на наши экраны попадет еще один ремейк. Экранизация мультфильма, ставшего мультсериалом. «Аладдин» Уилл Смит, который исполнит роль Джина в новом фильме Гая Ричи, показал первый постер проекта. И следом мы увидели тизер предстоящей премьеры, который идеально повторяет канон. Этот фильм я жду с нетерпением, а от заглавной «Арабской ночи» у меня побежали мурашки. Приятно, что Гай Ричи не забывает истоки, и, судя по тизеру, нас ждет приятное ностальгическое путешествие. Ну и раз уж мультфильм дал старт мультсериалу, как вы думаете, сможет ли фильм повторить эту историю? Хотели бы вы увидеть сериал про Аладдина? У Дисней ведь для этого уже даже свой стриминговый сервис наготове. Так что пишите в комментариях. Видеоигровых новостей было немного, и главные из них были о космической песочнице-долгострое Star Citizen. Стало известно, что в третьем обновлении Alpha 3.3 появится функция, о которой я рассказывал вам еще в августе. Захват эмоций игрока через веб-камеру. Cloud Imperium Games применят новую технологию FOIP – Face Over IP. Эта технология разработана совместно с Faceware Technologies. Она позволит с помощью веб-камеры делать захват мимики игрока и передавать эмоции своему персонажу. Выход обновления намечен на октябрь. А вторая сюжетная часть игры под названием Squadron 42 обзавелась первым шикарнейшим трейлером, в котором засветились такие звезды кино, как Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман, Марк Стронг, а также звезды звездной саги. Марк Хэмилл, Бен Мендельсон и Энди Сёркес. Правда, Сёркес себе не изменяет и вновь будет играть непохожего на него пришельца. Ну и в заключение хотел бы напомнить вам о фильмах, которые вышли в кино на этой неделе. Состоялась премьера биопика «Человек на луне» с Райаном Гостлингом в роли Нила Армстронга. Также на экранах появился мощный звездный каст в триллере «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». И долгожданный фильм ужасов с неподражаемым Николсом Кейджем – Мэнди. На следующей неделе громкий релиз всего один. На экраны вернется Майк Майерс в перезагрузке и прямом продолжении Хэллоуина под таким же названием. Среди цифровых релизов можно отметить выход Blu-ray-версии «Небоскрёба» с Гуэном Джонсоном. В воскресенье стартовал ребут «Зачарованных», а на стриминговом сервисе DC Universe стартовал сериал «Титаны». Ну а я сейчас смотрю «Острые козырьки». Очень советую всем любителям Великобритании, Киллиана Мёрфи и криминальных фильмов. Ну что ж, это были все важные новости киноиндустрии, о которых я хотел рассказать вам в этом выпуске. И если же я что-то упустил, то не забудьте написать мне об этом в комментариях. И конечно же не забывайте о своих информационных лайках, если вам нравятся мои еженедельные дайджесты. Ну а если вы хотите своевременно узнавать обо всех новостях кино и видеоигровой индустрии, то не забывайте подписываться на наши новостные паблики ВКонтакте, а также на наш новостной Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. Во всех наших соцсетях мы очень для вас стараемся, так что подписывайтесь смелее. Ну и в мой Инстаграм тоже заглядывайте, я там постоянно выхожу в эфир в своих коротких сториз. У вас в зубах камни бесконечности. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap, мы режем киноленты.